вы поставили запись да я уже записываю тут куча блуперов твои маты и все прочее класс всем приветствую мид и хер и это сетевые вечера в мутан блэйд варвенд наполеоник вас и сегодня у меня в гостях будут сибирский ливинг это еще кто кого в гостях на самом деле и веном привет мы возвращаемся и снова наполеоник вакс отправляемся просто сетевые вечера и возвращаемся просто веселые компашки а если веселые игры веселые компания дыхания может назвать это как угодно у меня это просто очередное видео по наполеонику окей сибирский ливинг сегодня особо борзый как бы потому что играем сегодня против бота и сибирский ливинг очень так думает что отменял сегодня не получит хэдшотов на футболе было бы чего бояться сейчас я уже снах арабе и я готова говорит побольше на что мне так нравится твой голос хэрлор ребята саварский грязь сферсия а я уже играю между прочим я вообще тут настреливаю если вы хотите больше экшена смотрите сразу мои видео нафиг тому дыхи ракетами и не ушки там какая-то чушь много разговоров и там все проще смотрите у меня чистый экшен это не реклама да сибирский ливинг сегодня особенно борзый потому что мы уже два часа играли и повторяешься мы его не слышали мы его не слышали да опять же еще раз скажу если хотите слышать всех нормально на моем канале слышно всех и без проблем не знаю что там у них есть проблемы это не реклама своем одеющим а надо сражаться а я сражаюсь мне не мешает абсолютно не знаю это как то странно выглядит мы сражаемся тоже говорим о своих делах а почему бы нет если если это не мешает вот я например сейчас раз так промазал промазал да хаотичность рассуждать и рассуждать то о чем он и просто не знаю геймплей не говорит как то странно а геймплей понимаешь это вот как у михалкова фильмах все на экране почти деньги на экране весь геймплей он на экране все все вот на экране сейчас в том числе и обсуждают рассуждают коджи мальну попал как один но я вот видео но вы сплошь что вы говорили что я прерву этот хаос который здесь с этого садимся и сказать говорим говорим главное главное не заканчивая разговаривать да я я не буду скачь себе с киевин у которого бомбанула я буду говорить дальше мы сегодня играем а против вот так то не против игроков и поэтому сегодня будет много мяса но много фрагов с нашей стороны наконец то процент наконец то мы же вроде так неплохо стараемся помощь в учебниках сражались с ним против людей все равно меньше фрагов получается надо надо признать естественно понятно идет тут будут пройдут тем более линейки отмошек просто они выстраиваются давайте скажем действительно что если играть за команду ботов а тут несколько человек могут играть за команду ботов то они могут действительно отдавать команды которые позволительны в данной модификации и боты действительно им подчиняются есть можно например ботов выстроить линии не тогда будут стрелять залпами ну то есть как-то действительно командовать да я такой вот паренек сигарой кубинская пойду в атаку давай поделись сигаркой пареньевки пошли дальше в атаке те ромашку подожгут вот они сейчас кстати направлено противоположном берегу действительно выстроились время ее хотим подрядили уже наши бойцы но тем не менее там действительно так прослеживается то что они выстроились шифт зажми дыхе руки а походу стоит режим ходьбы да 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 сейчас погоди я перезаряжусь я тоже кстати живу оба ничего себе только что какой-то снайпер реально меня застрелил шальная пуля у они кстати на самом деле действительно боты они здесь не настолько тупые даже скажу я вам но им еще придет иногда вот на самом деле в оригинальном мутан лейта полк турниров там против ботов тактики особо никакой идите назад и крушите а в наполеоне кварц на самом деле ну вот и такие они конечно тоже тупые но не настолько то есть вот сейчас прямо на ваших глазах если вы смотрите мою запись один бот купил бесславно персика и это показатель я думаю но вообще то если ты видел то это был не бота человек причем сведения да это будет человек серьезно так что и немного попутал шутки мальца по забавному то салендуют и 100 гуратин убийство 616 смерти 2180 9 вообще именно вот в таких вот то есть сервера где мы сражаемся против ботов наполеоник варес он абсолютно не кажется теряет не знаю весь свой шарм вот я знаю что сибирскому лиммингу и венаму достаточно нравится вот эти вот схватки против бота и они на самом деле достаточно веселые но но я бы не сказал что они мне нравятся они скорее просто неплохие но я бы сказал что не очень хороши проданы все таки намного лучше дело в том что то что еще меняется весь смысл наполею варс игра именно больше не о битвах как мы уже говорили в отправляемся в наполеоник варс эта игра больше о постановлении таких вот сражений да то есть можно принять участие каких то известных исторических сражениях реалистичных причем это достаточно интересно против ботов мы конечно ни о ком реализме не говорим я только что понял что здесь нет пианина на этой карте да и на самом деле вообще игра теряет больше части своего шарма и это да серьезно это я очень рада что расстроено вот если у нас было наконец-таки вот такой оркестр можно был бы исполнить музыку в спадах какой нибудь джонсайшн скейминг прерывал мою игру на замечательный фальшивил да сибирскими ты фальшивил я я не выдержал просто я должен был тебя прервать фальшивил я поэтому убили но извините ребятки я не пианист я гитарист повинная вот а чё ж лезли что за пианистов как говорится все любят барабанщиков конечно гитариста в данном случае так у меня что то со связи по моему проблемы идут я тебя слышу у меня все бы всех вас слышно но просто у вас какой то голос меняется который робота становится робо голос серьезно странно но она сейчас уже вроде нормально давайте салатом давайте самоубийство на атаку втроем устроен соберемся где нибудь устроен самоубийство на атаку м м почти нечисточку хотя бы не знаю назовем где вы служите с дайте соберемся у флага мне кажется это проще всего найти у флага это знаешь как у у ленина встречаемся у мамы кайфлага здесь один нет не промажешь а я говорю флаг здесь один не промажешь ну да так я вот я вижу этот флаг я ребятки захожу за артиллерию и сейчас к вам присоединюсь я прибыл на точку но тут я смотрю начинается просто битву уже чистое мочилово уже сюда идет огромная куча бот да 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 у нас есть можно даже умолчать на самом деле тут у нас есть никто с ником наполеон 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 да он наверно сейчас чувствует себя не с этой тарелки и играя не за францию я кстати ребятки все это время не записывал свой голос потому что я уже отвык от всего этого времени отдыха смотрите на моем канале все нормально опять таки это не реклама смотрите на моем канале нормальную версию да ладно не страшно я честно думал уже мы сейчас запишем конечно нормально ну мы же продолжаем запись когда все равно я не прерывал продолжаем я просто на моем канале это будет я даже злайка режься а ты можешь не знаю в чем я увидел потом как-то соединить что я опять режут меня просто я чувствую что если я сейчас модно быть свернула на меня уже не развернется а музыка какая какая здесь все таки музыка да ребятки вычисли где я верю я вернусь вылетаю вокруг флага если вы видели если вы видели это жесть а что же мои подписчики могли увидеть это был какой-то прыжок веры моя лошадь попрыгнула на склоне полетела где-то 3 метра и упал умерла а где такой склон нашел где этот склон там где батарея где наши батареи есть самое я вот так подумал против ботов наверное пистолет не будет так бесполезен ну да против скопления ботов в общем то все эффективно тут если посмотреть как наша артиллерия работает там ребята просто фраги десятками зарабатывают да еще бы научиться стрелять из этой артиллерии вот я все уже я пытался но для меня до сих пор он не сказал бы я только прямой наводкой да практически да прямой наводкой я еще более-менее могу попасть а так что до сих пор проблемы потому что мы с ним уже играли но были проблемки такие конечно у нас да но маркера хелл в солнечной италии маркера то для меня до сих пор проблема конечно а чёрт то что ж меня залаги то в этой медленной перезарядки х какой то один из наших крушит нашу баррикаду почему то я не понимаю статье декера возможно бы вот интересно размыслить я отеляю арт солнечная италия все ну давай ну а чё какие сетевые вечера ты же ничего здесь снимал на весну у них не было такой погоды уже целых пятьдесят лет поэтому мне безумно повезло что я решил именно в этом году туда слетать кстати ты знаешь мне кажется что это ну чисто с моральной точки зрения будет правильно если ты перестанешь эту запись называть сетевыми вечерами в школе скоро на твоем канале оно не появится ну ладно давай сибирский лимин как раз уж так от тебя беспокоит меня это не беспокоит я просто решил что ой меня сейчас подстрелят наверное меня то что меня сейчас подстрелят больше беспокоит честно говоря моя запись будет выглядеть скорее всего обрывистой она в сервере зависает игра и поэтому чувствую будет выглядеть очень странно ну опять же ребят повторюсь это не реклама но на моем канале на моем канале никаких проблем вообще никаких проблем у меня все прямо вот в наилучшем виде это не реклама смотрите эту запись на моем канале потому что на моем ее не будет потому что да на одном канале ее не будет вообще на втором канале может быть не будет может быть не будет прерывистая у меня никаких проблем вам не оставили выборы вообще да причем обратите внимание я не проплачивал это все так произошло да я знаю у меня все четко у остальных проблем но это напоминает рекламу скрытую просто продукт плейсм на самом деле мы договорились мы договорились перед записью в модуль например по звездным воинам там уже да кстати веселый модуль очень жестко и долго обрывался и поэтому он нам достаточно много я думаю рассказывал мы его все время я на самом деле молчал потому что я знал что меня не слышат что мне было разговаривать сейчас он будет когда он пытался говорить все равно его никто не слышал да это так теперь озлоблен и будет веселее то что я на самом деле я на самом деле сильно далеко то что от какого-то такого состояния озлобленности из играми я думаю что ты не прав стал любить как мы стали записывать так сразу летать начала я просто ладно давайте я расскажу про то что и не вылетает я говорю она заполагает очень жестко и просто запись обрывается на самом деле конечно мы с ребятами перед записей договорились я им проплатил каждому по 100 рублей офицер нахожу за то что на их каналах якобы будут проблемы и всем придется смотреть на моем кстати ребятки раз уж так пошло такой эксклюзив для канала Сибирск Лемминга да 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 я только что рассказал что на самом деле ты меня слышишь кстати сейчас в рубрике новых модов у меня не знаю я не буду говорить это отправляемся потому что Сибирск Лемминг не хочет чтобы я так говорил но типа в рубрике стивы Хиггер на новые моды что мы будем с вами записывать а ну а я не знаю меня кстати сейчас слышно или опять проблемы да тебя слышу слышу а я уже сказал что да это эксклюзив благодаря тому что мы с вами договорились я проплатил каждому по 100 рублей чтобы вы притворили что на вашем канале проблемы и всем пришлось смотреть меня вот проплатил 200 не верьте ему 200 или зачем ты раскрываешь инфу я не знаю но выберем что нибудь может быть это будет вот бир форс который мы играли за кадром но не смогли поиграть почему вы не смогли его записать чтобы ни у кого не возникало вопросов потому что там что то почему то вдруг народу мало стало на серваках и не только был сервак и был сервак который сможет с руссвитом да но там две проблемы во первых он жесткий подписчики знают о всей прелести сервера под названием руссвит ну я думаю что догадаются как нибудь я хотел другой сказать что там проблема то не в том что сервак точнее не только в том что на серваке какие то непонятные жесткие люди но еще и в том что там у них странные правила и у них много чего на этом серваке запрещено там например любое стрелковое оружие и соответственно не продемонстрировать всех прелестей модификации поэтому это собственно тоже послужило причиной того почему мы не стали снимать бир форс может быть как нибудь в другой раз соберемся я думаю наверняка в другой раз соберемся пока я вот две недели отдыхал в не совсем солнечной Италии эти ребятки говори побольше и веном без меня уже успели записать персистент ворл в который я сам хотел поиграть подлецы ты нас так называешь как будто мы какие то вообще нелюди а ты кстати я вот от тебя по моему ни разу не слышал что ты хотел поиграть в персистент ворл но у меня просто у меня с памятью могут быть проблемы просто так что я не буду утверждать я сферский лимминг нужно сказать так а в последние две недели я ни разу не слышал от тебя что ты хочешь с нами поиграть я бы мог и так сказать тоже было бы правда ну на самом деле дело все в том что я персистновол не хочу поиграть я не знаю что там да как и если я персистновол то я хотел записать в свои рубрики отправляемся то есть слушай ну сделать такой опять обзор где я буду блять интервью давай дело в том я не буду рассказывать что там да как давай все таки правду расскажем что мы мы это оговорили я тебе сказал что что это записывать а ты давай понимаешь сибирский лимминг заплатил все ладно я останавливаю запись и лимминг будет проплачено ребята проплачено лимминг слушайте мне кажется пока две недели отдыхал лимминг там не знаю программировать научился по любому проплачивает и покидал пока мы не знаем на самом деле на самом деле я скорее не разучился скорее не разучился хотя бы конец я успел увидеть о да карта закончена в принципе знаете я думаю можно на этом закончить уже данную запись очень замечательную и я очень рад что получилось что вы действительно выполнили условия того договора я не зря вам проплатил каждому по 100 рублей хотя дхиар считает что это было 200 будет утверждать это до последнего но ребята действительно до конца жизни ребята да действительно скажем так условия договора выполнили и притворились что у них какие то проблемы видео по этому выйдет только на моем канале и всем десяткам тысяч людей которые захотят его посмотреть придется делать это именно на моем канале так что давайте все попрощаемся наверное действительно давайте пока что ну ладно тогда давайте я попрощаюсь вы тут все равно за деньги поэтому вам придется тоже попрощаться Ну что, давайте, действительно, ребят, ну, без шуток, завершаем видео это, и я бы хотел поблагодарить всех моих, естественно, только зрителей за внимание, и сказать до свидания, друзья. Если хотите, можете что-нибудь от себя добавить. Удачи, Николай Рэйди, чё я могу сказать? Я даже не знаю, что сказать, по-моему, это самое жёсткое видео. Я потому что в шоке немножко, я немножко в шоке сейчас. А мне понравилось. Я, честно говоря, думал, мы перезапишем, ну ладно. Я сейчас немножко в шоке просто. Не, можем, в принципе, можем перезаписать, но на моём канале вот это видео обязательно выйдет, я вас предупреждаю. Это реально фейл, там, юсфейл, который я видел, и я не знаю, что даже сказать. До свидания, друзья. Ну, no comments. До свидания, друзья.